Танцам все возрасты и профессии покорны. Это подтвердил городской турнир, который прошел накануне в Чебоксарах. В нем приняли участие ведущие нашего телеканала. С ними на протяжении трех недель занимались профессиональные тренеры. Просто или сложно научиться танцевать, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Самба, румба, ча-ча-ча. Познать азы этих стилей за три недели смогли даже те, кто раньше профессионально танцами не занимался. Программист Людмила Ахмедзянова решила доказать своим коллегам, что и после 50 лет, возможно, вот так, наравне с молодыми, кружится в вальсе и ритмично двигаться под мелодией танго. После сидячей работы, признается она, тренировки посещала с удовольствием. Движение, оно всегда полезно и нужно. А танцы – это все. Это красота, движение, здоровье. Ну и просто это красиво. За призы и кубки танцевального турнира в этом году боролись более 40 человек. Новички соревновались в категории «Про-М». Это когда в паре стоят профессионалы и любители. Принять участие в этом проекте и обучиться латиноамериканским танцам решились люди самых разных профессий. Инженеры, преподаватели, экономисты на паркет вышли и сотрудники национального телевидения «Чувашия». Ведущая программа «Республика» Юлия Важенина своим выступлением осталась довольна. На самом деле я не зналась довольно давно, вообще безумно давно. И такое было чувство, что я уже ничего не помню из танцев. Начинали мы практически с начала. То есть вспоминали основные шаги чачи, основные шаги самбу, румбу, вспоминали счет. Если учесть, что мы занимались все несколько занятий, я думаю, это хорошее было результат. Но, тем не менее, конечно же, совершенно нет предела и можно было лучше. Юлии, ведущей «Чувашского выпуска новостей» Алене Алтуховой, удалось занять первые места и завоевать кубки. У меня сегодня день с утра не задался. У меня украли тренировочную футболку, потом порвались колготки. В общем, настроение было не очень. Но, я думаю, это, наоборот, помогло мне выступить. От волнения я выложилась, выплеснула всю свою энергетику. Каждый день приходили. Потом все-таки я сжарился и дал им один выходной. А вот теперь, вот сейчас как раз, выступление – это показатель результата, показатель работы. Нельзя все сделать только тренеру. Должна быть отдача человеку, который приходит и хочет научиться танцевать. Организаторы проекта говорят, что латиноамериканские танцы в республике набирают популярность каждым годом. У нас есть школа танцев. Приходите, учитесь и танцуйте бальные танцы. Это самые замечательные танцы, это практически философия, это отношения мужчины и женщины. Ведите детей. У нас хорошие тренеры, хорошие клубы. В следующем году турнир по танцам организаторы обещают провести вновь. Он пройдет уже в десятый раз. Медрик Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика.